Приветствую вас, Александр. Во-первых, я думаю, что в целом то, что вы описываете, является нормальным. Ну, то есть естественным. Нас абсолютно нормально раздражает бестактность других людей. И чем человек ближе находится к нам, тем сильнее бестактность вызывает негативные чувства. Это вполне естественно. Вопрос немножечко в другом. Я бы сказал так, что я бы больше насторожился. Я бы больше был бы встревожен, если бы вы не чувствовали ничего в ответ на бестактность. Это бы означало, что себя вы, условно говоря, благополучно подавили. Вот, поскольку вы что-то чувствуете, поскольку вас раздражает, значит хорошо. Вы еще свою чувствительность сохранили, значит можно, как бы, с этим можно что-то делать. Вопрос, конечно, здесь остается ключевой. Что вы хотите с этим делать? Вот, потому что это уже не написано. Но, тем не менее. Итак, в первую очередь нужно выяснить, как вы относитесь с вами к тому, что чувствуете раздражение. Вот именно вы сами как к этому относитесь, именно вы сами как это воспринимаете. Есть ли какие-то нюансы, здесь о которых, ну, к примеру, допустим, я должен знать. Если, если такие нюансы есть, то я бы хотел, чтобы вы о них рассказали. Я хотел бы, чтобы вы о них, как бы, ну, эм, поведали нам, скажем так. Потому что это достаточно важная история. Я думаю, как вы относитесь к факту своего раздражения. Вот. Нравится ли оно вам, не нравится ли оно вам? Что вы хотите в контексте этого? Чего вы не хотите в контексте этого? Насколько реалистично то, чего вы хотите? Или, может быть, нереалистично? Насколько вы честны с собой? И так далее. Вообще раздражение означает, что вас как-то задевает, радует то, что делает другой человек. Я бы хотел спросить вас, как вас может радует то, что делает другой человек. В данном случае это сын вашей второй жены. Чем он вас радует? Как это вас радует? За счёт чего вас это радует? Что у вас такого, что действия сына, сына второй жены могут вас радить? Нет, вы поймите правильно, что это неплохо, что вас радует. Неплохо быть ранимым, чувствительным. Это значит, что вы можете меняться. Важно немножечко другое. Важно, что ранимость здесь, ваша ранимость, остается без внимания, как мне кажется. То есть, вы по большому счёту просто забиваете на то, что вам больно. Ну, вы можете обвинить, конечно, сына второй жены. Вы можете обвинить сына второй жены в том, что вам больно сказать, что вот у тебя это всё сын вообще-то виноват. Вот, а я как бы тут, ну, я тут жертва, да, и вообще мне, образно говоря, не повезло. Вот, и здесь тоже такой достаточно важный момент в том, что вы, может быть, и правы. Может быть, вы правы в том, что вам действительно не повезло. Хотя, ну, я думаю, вы, выбирая женщину в качестве своей второй жены, ну, не могли не видеть, какой у неё ребёнок. И, наверное, у вас было представление о том, что это за человек, что он себя представляет и чего от него можно ожидать. А так получается, что вы несколько оказались, как бы это, неподготовленным к тем историям, к тем событиям, которые произошли, происходили с вами или произошли в дальнейшем. Это, конечно, вызывает вопрос. Так вот, вы можете быть правы, но разрушает всё же вас. И больно, больно всё же вас. И, сколько так, то, как бы, по моему опыту, это означает только одно, что где-то вы от себя предпочитаете убегать. Это означает только одно, что где-то от себя вы предпочитаете спрятаться. Я не говорю, что это как-то вот однозначно всегда плохая реакция. Я не говорю, что это однозначно всегда что-то дурного нет, но это то, что делает человека, на мой взгляд, несколько уязвимым от каких-то вот внешних характеристик, от каких-то внешних качеств и черт, от каких-то внешних поведенческих векторов людей. Вот, к сожалению, к сожалению, к сожалению. И, соответственно, это очень сильно усложняет, как бы, существование вам и вашим близким. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если вы обратите свое внимание на себя, вот честно спросите, вот, чем меня ранит поведение сына второй сыны? Похоже ли на поведение, допустим, человека, который пытается со мной сражаться, пытается со мной бороться, бороться, пытается мне что-то доказать? Или, может быть, речь идет о чем-то другом? Может быть, я сомневаюсь в чем-то. Может быть, в своей бесстагности он показывает мне, что, ну, допустим, допустим, показывает мне, что я, там, к примеру, не особо что значит. Вот он показывает мне это. То есть, благодаря ему я, значит, начинаю сомневаться в том, что я могу что-то, что-то значит. И это, конечно, безусловно, безусловно, это неприятно. Вот. Но, тем не менее, если вы сомневаетесь, например, в том, что можете, что что-то значит, да, если вы сомневаетесь в своей значимости, то ребенок есть ни при чем. Точнее, его действия, как раз связаны с тем, что вы себе сомневаетесь в его. Он может чувствовать ваше сомнение, чувствовать соответственно тревогу и выражать ее своей бесстагностью. Потому что, ооо, я не знаю, сколько лет ваш сын, вашей второй жене, но ему нужна мускай шагу, ему нужна пола. И, а, поэтому, это барбера, у подростков, если это подросток, ну, я так думаю, что это подросток, у подростков, вот так. Это не хорошо, не плохо, это просто данность. А, вот, в принципе, то, что можно было бы, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вам ответ. А, я правда не понял, вы вот, значит, стали уже сюда и пытались разобраться, так и что вы? Вы разобрались или нет? Если разобрались, то почему не консультировались со специалистами? Если не разобрались, то нельзя задавать одни и те же вопросы, вот. То есть, тут, как бы, ну, ситуация немножко непонятна. Давайте разберем ваш вопрос до этого, который вы задавали. Петли, наверное, развелся с первой женой, спустя год сошелся с другой женщиной, с которой сейчас живем гражданский брак. Ну, гражданский брак это не брак, это э... Лизия, вы уж, простите, пожалуйста, это, э... В какой-то степени самообман, э... Я подумаю, что здесь вы, э... Боитесь, э... Брать ответственность на себя, э... Ага, следующий брак, ну, потому что, э... Не хочет, чтобы вам опять, э... Э... В... Женицу, скорее всего. Вот. Может быть, вы опасаетесь, может быть, что-то еще. Но гражданский брак, это не брак, это сожительство. Давайте вот так скажем, да? То есть, э... Начинаем, условно говоря, там, быть, э... 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 Быть, э... Честность. С тобой. Знаешь? Вот. Э... Начинаем быть честной. С тобой. И... Честность, она начинает, э... Честность, э... Вот так, например. Э... В первую очередь, честность начинается с того, э... Э... Значит, э... Э... Что вы, э... Сами, э... Сами, за-то nói слово признаетесь о том, что... Что... Что вы в сожительствуете со своей, со своей, со своей, blah, 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 blah. Вот. Это... Неплохо! А... То, что... То, что вы, э... Именно сожительствуйте с ней, это неплохо, но вам это нужно признать, и, вероятно, нужно, чтобы и она это тоже постаралась признать, что вы сейчас просто сожительствуйте, что вы не муж и жена. А, как бы, история про гражданский брак, это просто бегство, просто такой вот самообман и всё, к сожалению. Далее, эм, так, я тоже в работе имею двух взрослых детей, взрослых детей. Лучки живут отдельно, сын с нами. Какой сын? Какой сын? Проблемы начались у нас не изначально, мы по-рядному видим же не на инфляции. То, что я воспринимаю, как обиду свой разраст, она воспринимает, как нечего не значащий эпизод, на какой не стоит, обращает внимание, и наоборот. У меня же шутка близит. Умеряешь ли вы с ней пофигине? Моё сын, ему 25 лет, в плане бытовых обязанностей. Когда за собой посуду не помоет, бардак там, где сидит, может проложать телефон, и пофиг, что время полное дело, мне кажется, он даже не пошевеливается, чтобы что-то сделать. А как вас это бесит? Конечно, есть какие-то правила совместного проживания с одной стороны, это безусловно. Но с другой стороны, у меня есть ощущение, что вы, в принципе, уже сформировался к человеку, пытаетесь навязать свою позицию, такое у меня ощущение возникло. И честно говоря, я не вижу в этом сколько-скольку-нибудь перспективы. Максимум, что можно было бы сделать, это сделать так, чтобы человеку было интересно, чтобы человек захотел убирать дом и вообще заниматься обязанностями. Вот. Это можно было бы ещё сделать. Но для этого нужно, как мне кажется, в большей степени говорить на языке именно парня, вот. он не говорит как родитель, потому что вы для него не родитель. Как бы это вот не было неприятно, но вы ему не родитель, а вы пытаетесь его как бы воспитывать. Это тупиковая вещь, потому что это будет всё время вызывать у него противоречия. Но вопрос, мне кажется, немножко в другом. Вопрос, мне кажется, в том, почему вам так важно, чтобы парень делал то, что вы считаете нужным? Почему вам так важно, чтобы он вас слушался? Почему вам так раздражает, что он ничего не делает? Это, мне кажется, куда более рад, если честно, аспектом, чем то, что вот вы назвали. Дальше. Вы пишите, я воспринимаю обиду в свой адрес. Я думаю, что есть вещи, которые нам неприятны. Абсолютно, абсолютно нормально испытывать, ощущать. Но мне кажется, что, когда вы чувствуете, что вы обидно, вы обращаете это на другого человека. А по-хорошему, надо бы задать вопрос себе. Чем это меня задевает? Почему это меня задевает? Как это меня задевает? За счет чего меня это задевает? А для вас, когда вас что-то обижают? А судя по всему, важно, в первую очередь, указать на это человеку, который вас обидел. Вот это вот неумение смотреть на себя и неумение отслеживать свои реакции, как мне кажется, легко существенно вам портит жизнь. Как мне кажется, я могу, конечно, ошибаться здесь. Но, тем не менее, тем не менее. То есть, вот, образно говоря, мой опыт и практика, они, как бы, говорят так, что обида это такое вот неприятное, неприятное чувство от того, что все не совсем так, как мы ожидаем. Что ожидаем мы одного, а в действительности получается другой, и нам это очень болезненно. Но мы не можем справиться с этой болезненностью, мы не привыкли, значит, эту болезненность может нас выносить и выносить, и поэтому мы приносим ответственность за эту болезненность на других людей, вместо того, чтобы спросить себя, а у меня-то почему больно, а у меня-то что происходит. Дальше. Так, значит, я неоднократно обращал ее внимание на это, а почему ее? Человек взрослый, она уже на него никак не влияет, ну, вам бы поговорить про сам с ним. Клара, меня напрягает эта бесалаберность ее сына. Да. Это бесалаберный сын, а напрягает вас. Видите, как ловко вы перекладываете ответственность. Она ответила, что так приучила его с детства. В первых минутах никогда не заморачивался по мужчине, и ее сын наследовал его привычки. Вот какая-то думает отношение об этом поводу заканчиваясь либо скандалами истерками из ее страны, либо игнором того, что я хочу до него донести. Понимаете? Вы хотите поменять? Вы хотите поменять людей. При том, что, как мне кажется, сами не очень отдаете себя счет в том, а что же именно вас напрягает безалаберной системы. Я бы здесь сделал такое предположение, что вам нравится или вы любите контролировать. А, таки контроль, контроль, он страшный. Ну, в таком случае, я полагаю, что в отношениях вы пытаетесь занять доминирующие правицы, а это ведет к подавлению. Меня родители привычили к порядку и такое ханоплеводовское отношение к месту, что ты живешь и меня, мягко говоря, напрягает. Видите? Вы говорите про родителей, то есть это родители меня так воспитали. Это они ответственны. Меня напрягает, но ни слова про то, что именно напрягает, и ни слова про то, что вы с этим делаете. Говорите, бесполезно. Верно. У нас нет отношения на уровне привет-пока, потому что нет возможности наладить с ним диалог. Я сам не хочу его, потому что меня раздражает его стиль жизни и его поведение. И опять же, раздражение. Вас затаранит. Как? Может быть вы завидуете ему? Да и требовать от него не имею как бы права. Я ведь не папа родной. А материнство происходит только, когда она уже срывается на нём и приказным трениционерам требуется. Требует что-то выполнить. А вот здесь у вас обратная сторона, что вы не имеете права требовать, потому что вы как бы не папа. Но требовать может не только папа, требовать может любой человек, который проживает на одной площади. Вопрос в том, что именно требовать. Мне кажется, что вообще требовать чего-либо от людей это плохая идея. Мне кажется, важнее говорить о том, что вы чувствуете, но говорить о том, что вы по-настоящему чувствуете. Не то, что меня напрягает, что ты не убрал грязную басулю. Нет. Более искренне. А более важне. Дочка, кстати, тоже не отличает особой любовью к порядку. Меня тут тоже напрягает. А почему вас так напрягает отсутствие порядка? В итоге все приводит к очередному конфликту женщины, из какой живу. Ну, как бы здесь мне кажется, вы снимаете ответственность опять же из себя, потому что к конфликту приводят ваши действия. Я создаю конфликт. Для чего? Может быть как раз таки, чтобы снять это напряжение. Но важно не это, важно увидеть то, как напрягает вас конфликта. Ээээ... У вас беспорядок. Она не хочет понимать моё стиль жительной, мои правички, и не могу принять её и её детей. Так а вместо бы тогда... Для чего? Зачем? Либо такой пример, она громко слышала музыку в телефоне, я находился в зале, мне она мешала, я попросил ее сделать тишь, она сделала, но обиделась на меня, что не даю возможность слышать громко музыку. У нас неразные вкусы, поэтому она прыгала. Я бы здесь концентрировался, знаете, на чем? На том, что вас объединяет, на том, что вам нравится, что вы же женщины, я бы здесь концентрировался на том, что вас привлекает, как бы это должно перевешивать. Я ее люблю, нет, нет, Александр, нет, не нужно себя обманывать. Вы ее не любите, потому что вы не принимаете ее ценности. Любовь это принесла, она ведет себя так, словно вообще никто. Это то, как вы себя чувствуете и вы не знаете, что делать с тем, что вы себя чувствуете никем и требуете от других людей в признании, а они, чувствуя, что вы зависимы от их реакции, вас не принимают. При этом уверяют, что любят меня, уверяют, что любят меня. Как вести себя дальше, чтобы что, Александр? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ дал вам пищу для размышлений. Я надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, с которой решите поделиться. это было бы очень здорово и могло бы послужить началом психотерапии. Как вашей, так и может быть совместной с вашей женщиной. Для начала я предложил бы вам рассмотреть те аспекты, которые я затронул в своем ответе. Дальше будет видно. Удачи вам и всего самого доброго. До свидания. Подписывайся на наш Ursprit «Hurland». Раз.